Три новинки, это база и два яблока Наш новый продукт, это Сорма 360 Это наша новая крепкая линейка Перед курением покушайте, потому что вас 100% накурит Такой вот Санек, это слабый человек тоже, бля Мы начинаем Что меньше доверяли Итак, друзья, всем привет, добро пожаловать в наш новый выпуск К которому мы поговорим о трех новинках Сормы, летних новинках Первая, это у нас будет новиночка Это у нас такая честная база, ту базу, которую мы выпустили относительно так же недавно Вот, и поговорим более подробно про нее И два нового вкуса, это хрустящий, ну точнее одно я могу прям назвать хрустящим зеленым яблоком И красное рассыпчатое яблоко Вот, сейчас более подробно про них поговорим И вы присаживайтесь поудобнее, наливайте там себе, не знаю, чай, заварите доширак, что угодно И мы начинаем Так, ребята, первое, с чего мы начнем, это база База, которую мы выпустили не так давно, да, если не ошибаюсь И не ошибаюсь Не ошибаюсь Как появилась вообще идея создания такого продукта? В процессе наших командировок, когда мы ездили по городам Огромное количество людей, наверное, подавляющее большинство всегда делало акцент на то, что табачный лист и само сырье очень-очень нравится людям Оно очень хорошо сочетается с аромкой, но иногда мы с собой возили табак без аромки, чтобы люди могли просто оценить то сырье, на котором мы работаем И оно людям очень сильно заходило Мы получали неоднократно запрос на то, чтобы сделать свою собственную без аромку Долго нам делать ее не пришлось, потому что мы своим блендом гордимся Мы считаем, что он действительно очень и очень достойный Он крутой, как для нас, так и для конечного потребителя Это, наверное, ну, пожалуй, единственный продукт, который вы можете встретить на чисто американском сырье Сто процентная Америка, это и американская Вирджиния, и американские Берли Который по органолептике, ну, он, наверное, уступает сигаре Это маленько другая история, но с точки зрения именно табачного вкуса и оттенков Это потрясающая вещь для комфортной работы в заведении Вещь, с которой можно работать, как и с любым другим табаком На которую мы, соответственно, написали еще миксологию То есть это не просто вкус табака, это действительно инструмент для создания каких-то очень нетривиальных, непохожих миксов На что-то привычное, обыденное и то, от чего мы, как правило, уже, собственно говоря, просто устали Я, на самом деле, тебя не слушал, меня очень-то набахало Не знаю, сказал ли Саша, не сказал, что это, да, во-первых, это чистый вкус именно американского листа То есть здесь нет никаких ароматизаторов То есть мы можем встретить на рынке сейчас производителей, которые делают без аромку Ну, к примеру, да, это у нас есть тру от хулигана Это прикольная штука, но ребята сами говорят, что здесь есть, ну, то есть ароматизатор самого, ну, как, грубо говоря, табака То есть это прикольная история Есть без ароматика у сатиры, которая, там, есть продукты, которые ферментируются на разном алкоголе Там, с добавлением еще чего То есть, ну, разные штуки, то есть технологии разные, их много Здесь мы пытались показать именно сам, ну, вот, продукт, вывернуть его, грубо говоря, наизнанку Отделить от него ароматизатор и сделать чистый вкус вот именно вот этих нашего листа Вирджинии и Бёрды Если просто максимально натуральный продукт Да, да, да Ничего лишнего Табачный лист, загуститель, глицерин Все, да Больше ничего нет Мы это свалили, и все, это хороший рабочий инструмент, на самом деле То есть мы не говорим про какую-то глубокую табачную органолептику Мы не говорим, что, там, у нас будет супер глубина вкуса, уходим туда-туда Нет, это инструмент для работы как раз таки в заведениях Да почему она не стоит? Потому что сейчас я ее порвал, вот она и не стоит А так ее поставим, и все будем обалдеть Это инструмент, на самом деле, да, для работы дома То есть мы можем где-то его разбавить с чайными смесями То есть, либо убить какой-то очень яркий вкус Не убить, а просто его, наверное Приглушить Приглушить, да, все верно То есть, приглушить этот вкус И с чайными смесями, на самом деле, это работает очень круто, потому что я люблю чебаку, но я, ну... Сырье. Да, я не могу, короче, вот ощущать на каких-то там высоких температурах, агрессивных, как я курю, что вылазит вот эта все-таки чайная нотка, но мне нравится, безумная романтика. О романтиках. И романтика мне нравится, и романтика. У тебя здесь база, да? У меня база, да. Пожалуйста. Вот, и на самом деле, да, я просто вот этим продуктом снижаю вот этот как раз-таки привкус именно чайной смеси, и остается, ну, хороший вкус, потому что сама база не имеет прям очень плотного тела вкуса, да, у него есть там особые прям табачные какие-то ноты, но... Сто процентов. Они есть, сто процентов, но они не такие прям суперяркие, выбивались бы там из той же чайной смеси, либо в сочетании с другими вкусами. Ну, очень клево с ней работать в создании каких-то действительно мужских, брутальных миксов, алкогольных миксов, потому что она дает все-таки свою глубину, свою текстуру более плотную, более насыщенную, и, как Женя уже сказал, да, действительно, это очень круто работает именно с чайными смесями. Потрясающе. Еще неотременным плюсом работы с базой будет тот факт, что мы понимаем, что есть разные стили без аромки, но в конечном итоге мы не можем назвать без аромкой тот стиль, когда аромка туда доливается. Это дает определенный результат, когда табачная органолитика за счет ароматизатора, добавляющегося в него, дает результат, наверное, гиперяркого вкуса. То есть очень навязчивый, он также сбалансирован, но он суперяркий. И здесь работа получается с продуктом подобного рода более тонкая, да, то есть нужно прям четко знать, сколько тебе добавить, чтобы не перейти какую-то определенную грань. В принципе, как и с любым вкусом, которым используется аромка. С сатиром, как, наверное, мастодонтом, да, без ароматики вообще, в принципе, на рынке, есть также ряд, наверное, нюансов, которые обусловлены именно сложностью работать с продуктом. Это определенная температура, она, как правило, высокая, то есть нужно правильную забивку, как правило, используется фольга, да, это можно курить на колодке, но ребята рекомендуют все-таки использовать фольгу. То есть есть определенные сложности и нужны определенные навыки, чтобы продукт правильно приготовить. В этом продукте максимально все просто, он ничем не отличается от сармы, которая основная линейка, ароматическая. Такая же максимально простая работа, такие же температуры, то есть просто очень комфортный инструмент для того, чтобы работать с без ароматикой, как казалось бы, со сложным продуктом, очень и очень просто. Да, и вот, наверное, еще здесь дополню, почему же стоит попробовать эту базу, эту базу, базу, потому что, во-первых, это доступно в нескольких фасовках, то есть это у нас есть фасовка 25 грамм, здесь у нас представлено 40 грамм, также есть 120 грамм, то есть найдет вообще пул, ну, любой человек может это попробовать, Потому что 25 грамм, достаточно низкая цена на рынке сейчас за 25 грамм, это не бьет по карману, и это просто, то есть реально просто в работе, и вы здесь можете оценить как раз-таки вкус чистого табачного сырья, то есть это без каких-либо ароматизаторов, я еще раз повторюсь, потому что этот вопрос поступает часто. То есть говорят, добавляете ли вы аромку? Нет, никакой ароматики здесь абсолютно нет, чистая ароматика натурального табачного листа, привезенного пряменьком из того самого штата Вирджинии. Вот, поэтому я советую определенно это пробовать, это интересно, это вкусно, с этим можно экспериментировать. Теперь на очереди у нас два яблока. Мы как-то выпускали тизер к нему такой легкий, был как раз таки, ну, начнем с краткой истории вообще, что мы выпустили тизер, два яблока, и многие подумали, ага, это двойное яблоко, а низ, все в этом духе, нет. Мы на самом деле решились пройтись именно по базовым вкусам, базовым вкусам сарме, чтобы это была вот такая основа, да, мы уже выпустили хорошую малину, хороший гранат, хороший ананас, который идут как основа, то есть ее можно использовать как, ну, основной продукт и к нему что-то дополнять. Поэтому мы решили в этом направлении не останавливаться и пойти по направлению как раз таки яблок, потому что это довольно-таки популярные вкусы, но многих людей именно отталкивает его анисовая составляющая. Эти вкусы не содержат аниса от слова совсем, то есть если это зеленое яблоко, оно да, то зеленое яблоко, Грэнни Смит, хрустящее, потом у меня после нее зубы болят всегда, люблю это яблоко, но зубы жестко болят, все вот это сводит, кислючее. Это не такое кислое, но оно имеет присущую кислинку. Красное яблоко сорт Red Delicious, такое продолговатое, не хрустящее, оно вот именно, как сказать, рассыпчатое. Белоснежки давали, знаешь, яблоки красные, прям такое. Такое рассыпчатое, но при этом тоже сочное, сладкое яблоко. Если говорить конкретно про эти яблоки, давай, Саня, вот расскажи конкретно про красное яблоко. Детально. Красное яблоко. Если мы обратимся к рынку, мы увидим на самом деле дырку в индустрии, потому что красных яблок на рынке. Дырку. Вот такую вот. Учитывая популярность этого вкуса и востребованность в нем, как казалось бы, возникает логичный вопрос, почему этих яблок, ну их нету. То есть, если мы обратимся к большинству производителей, ну нету яблок. И мы задумывались вопросом, а почему? Иначе нам нужно сделать просто что-то самостоятельное, что-то хорошее, действительно уникальное и отличающееся от того, что мы вообще, в принципе, о яблоке думаем, что мы о нем знаем. Поэтому мы решили сделать именно два яблока. Красное, в первую очередь, это сочное, ближе, наверное, даже к напиточному, хрустящее яблочко, очень спелое, со своей сладостью, с отсутствием кислинки. Просто действительно очень хороший базовый вкус для миксологии, причем базовой миксологии, когда вкус идет в основу, то есть 40, 50, 60 процентов, который сочетается абсолютно с чем угодно. Эта ароматика действительно, наверное, четко потребительская. Нет такого, что она в какой-то микс не зайдет. Это максимально безопасный вкус, который сделает вашу чашку очень насыщенной, очень сочной, в меру сладкой и, на самом деле, приятной, ближе к нейтральному вкусу со своими тонкими ароматическими свойствами. Да, а если говорить про зеленые, короче, я безумно большой любитель, вот, как я уже сказал, зеленых яблок, в принципе, потребления их, ну, в пищу, фрукт, вот, но в курении. Для меня вот, ну, до какого-то там времени зеленое яблоко занимало лидирующую позицию. После десертов, конечно, оно лидирующую позицию занимало яблок. Вот, и вот это яблоко, оно, на самом деле, реально имеет хорошую отчетливую кислинку, оно имеет сочность. Возможно, с меня, со мной, ну, так, со мной это какая-то срань, с какой-то свежестью, но там нет именно вот этого холодка, оно само по себе какое-то свежее, оно сочное, оно такое соковое, по мне даже. И это идеальный инструмент, идеальный инструмент для, опять же, создания каких-то лимонадов, напитков, десертов, да чего угодно. Этот вкус, он уникален по мне, потому что, опять же, у него нет аниса. То есть, если взять там какой-нибудь, ну, к примеру, там, айс грейни, да, это свежее, присущее яблоко, оно такое прям сочное тоже, но у него, по мне, прослеживается анисик. Здесь его абсолютно нет, поэтому не пугайтесь, когда вам говорят яблоко. Я это часто встречаю даже на своих сменах, когда я говорю ребятам, я вам сейчас делаю яблоко, и все говорят, ой, нет, это же двойное, это же анис, нет, его здесь нет. Поэтому эти яблоки, если тезисно говорить, самое важное, они не имеют аниса, они разные, это правда, то есть красное, зеленое, оно определенно отличается. И если мы их смешаем вдвоем, получится двойное яблоко, но без аниса, и это тоже такая же фишечка. И очень важный момент в том, что эти яблоки вышли в самый, что не подходящий, наверное, в самый подходящий момент, в самый пик созревания яблок в Краснодарском крае, когда яблоки просто, ну, усыпаны, фруктовые магазины, фруктовые лавки, супермаркеты, и можно по достоинству оценить вкус табака и вкус непосредственно самого фрукта. Вроде бы за лето, да, мы сейчас вам рассказали о трех новинках, три новинки, это база и два яблока, но на этом мы не остановились. Совсем недавно мы посетили Джон Калена Фез, где представили наш новый продукт, это Сарма 360, это наша новая крепкая линейка. Это, ну, то есть вообще сам Фез прошел очень хорошо. Прекрасно вообще. Сколько мы собрали обратной связи. Ссылочку на влог. Ссылочку на влог, кстати, да, можем вот здесь вот, ссылочка на влог, как мы съездили вообще на Джон Калена Фез, что там происходило, сколько было людей, и вообще, в принципе, такой день из жизни вот с выставки, как началась подготовка и к чему это все пришло. Но, на самом деле, очень веселый влог получился, советую его посмотреть, если вы еще его вдруг не видели. Вот, поэтому крепкая линейка будет презентована уже у нас когда? В сентябре. В сентябре, да. В сентябре после Хука Клаб Шоу, который пройдет 10 сентября в городе Новосибирск. И это получилось, на самом деле, крепко, это очень интересно, и я советую вам обязательно познакомиться с этим продуктом, как он только появится на полках. Мы обязательно снимем про него обзор, опять же, мы говорим подробно про него, но это получилось крепко. Это получилось у нас сейчас 10 вкусов, которые не соприкасаются с основной линейкой сармы, то есть это абсолютно другие вкусы. Мы расширяем кругозор, мы выпускаем те вкусы, которые не входят в основную нашу концепцию, то есть это вкусы не сибирского региона и не те вкусы, которые попадают под концепцию создания наших вкусов, воспоминания приятных из юношества и детства. Вот. Целая концепция 360 будет обусловлена выходом просто хороших, удачных сочетаний между собой, таких как, допустим, ананас, кокос. Не путать с пинаколадой, это вот не напиточная история, это именно сочетание ананаса с кокосом. Очень сбалансированный, очень приятный, просто полумикс, готовое решение для хорошего микса. Очень нетривиальные какие-то сочетания, к примеру, как... Арбуз-елка. Арбуз-елка. Арбуз-елка, супер вообще, очень залетел на фесте, огромную обратную связь, мы о нем положительную собрали. Такие как манго-лайм, казалось бы, спелое, сочное, густое, кирпковатая манго с кисленьким, кирпковатым лаймом. Да. Сочетается просто прекрасно. И, кстати, там есть тоже яблоко, яблоко-карамель, как в цирке, знаешь, яблочко в красной карамельке, такое вымоченное, блин, пушка вообще очень круто. Поэтому рекомендуем обязательно попробовать, единственный момент, обязательно перед курением покушайте, потому что вас 100% накурит, это я вам гарантирую. Но об этом мы говорим чуть позже. Сейчас я хочу подвести итог, мы уже рассказали про новиночки, я хочу вам просто сказать сейчас, чтобы вы поставили лайк, подписались на канал, не знаю, колокольчик. Это все сейчас поможет нам, чтобы вновь наш канал начали смотреть больше людей, больше людей, ведь мы стараемся, стараемся непосредственно для вас, вот. Вы его никогда не пропустите, никакие новинки. Да. Как-то так. С вами был Женя. Саня. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Ебать, нахунила, пиздец, вообще. Я аж в пуд бросила. Домой, блядь, захотелось ехать. Все, пизда. Все, пошел переодеваться. Такой вот Санек, это слабый человек тоже, блядь. Можно звук сделать один очень прикольный. Где-то крем-крем пропустил. Рыгать с каркадэ вообще законно? Мы там завершаем выпуск. Все, я погнал. Все, Леха, давай тоже, мэн. Наился и спинь, мэй. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха.